С добрым утром, дорогие телезрители! ПРАСНО! Привет, друзья! Хочу вас сегодня познакомить с рецептом приготовления пастилы, натуральной пастилы. Пастилу я сегодня буду делать из яблок и тыквы. Тыква хорошая, сладенькая, яблочки кисло-сладкие, ближе, наверное, все-таки к сладким идет. Значит, пропорции здесь берем 70% яблока и 30% тыквы. Итак, приступаем. С чего начинаем? Начинаем, естественно, с мытья яблок и удаления сердцевины с яблок, и чистки от кожуры, и разрезания на кусочки тыквы. Погнали! Итак, друзья, помыл, почистил я яблочки и тыкву нарезал уже. Изначально у меня было 3,5 кг и 1,5 кг, сейчас их стало чуть-чуть меньше, но не эта суть важна. Пропорции, в принципе, соблюдаются 70 на 30. Что делаем дальше? Берем эмалированную кастрюлю, закидываем сначала тыкву, добавляем сюда на дно немножечко водички и ставим на самый маленький огонь на 10 минут для того, чтобы оно пропарилось. После этого закидываем яблоки туда же и еще 10 минут на самом минимальном огне, чтобы это все пропарилось, чтобы оно стало мягенькое для дальнейшей работы с блендером. Погнали! Итак, друзья, прошло 30 минут. За эти 30 минут наши яблоко и тыква приобрели вот такую консистенцию. Я, кстати, уже где-то полтора часа дал потом остыть. Сейчас температура где-то в районе 40 градусов примерно. И одновременно я поставил на водяную баню, на рассекателе, и растопил мед. Тоже при температуре не выше 45 градусов. Дальше мед добавляем в нашу кастрюльку для равномерного размешивания. А потом уже будем перебивать в блендере. Кстати, нюанс. Для чего необходимо нам проводить небольшую пропарку наших яблок и нашей тыквы. Дети маленькие, если брать это все в сыром виде, перебить просто на блендере и кинуть дегидратор на сушку, у детей маленьких может быть проблемы с пищеварением. Или запоры, или расстройства наоборот. Вот с небольшой обработкой тепловой, с небольшой именно, чтобы витамины не погибли. Эктины приобретают тот вид, который максимально хорошо может восприниматься детским организмом. Ну, для взрослых это, в принципе, проблем таких нету. Значит, заливаем мед. 5 больших столовых ложек, грубо говоря, на 4,5 килограмма сырья. И хорошенечко сейчас уже перемешиваем. Более тщательно, конечно, оно перемешается уже в блендере. Что делаем дальше? Дальше порционно заполняем блендер и начинаем перебивать. Я использую, в частности, профессиональный блендер той же самой фирмы, что и дегидратор у меня. Эта вот емкость на 2 литра буду где-то по 1,5-1,7 литра наливать, перебивать его, и потом уже перебитую массу вот сюда вот переливать в контейнер. Погнали! Для перебивания я использую режим смузи. Выбираем его. Он сам определяет необходимое количество времени, скорость, обороты, поднимает, понижает эти обороты. Ну, то есть, максимальное будет хорошее измельчение. Все, я нажимаю на старт. Все, переливаем в емкость и продолжаем полностью перебывать весь наш продукт. Вот так вот он выглядит. Видите, полностью перебитая, такая мягкая, бархатистая консистенция. Так, друзья, все, последняя порция из трех. Переливаем это все. Лопаточкой достаем все, что остается внутри контейнера. Сейчас будем разливать. Итак, друзья, продолжаем. Что мы сейчас делаем? Уже подостыла масса наша. Начинаем разливать на поддончике для пастилы и загружать, соответственно, в дегидратор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, нюанс. Перед тем, как разливать пастилу, я рекомендую взять еще помазать немножечко обычным рафинированным маслом, для того, чтобы лучше потом снимать с этих поддонов уже готовую пастилу. У меня вот на такой поддончик входит где-то примерно пол-литра пюре данного. Вот, примерно три половничка. Для разравнивания используем вот такую лопаточку. Вот так примерно разровняли. Значит, толщина должна не превышать полсантиметра. Потом вот так вот берем и его разравниваем окончательно. Ну так оно готово. И загружаем в таком виде в дегидратор. Итак, друзья, загрузил я все поддончики. То получилось 10 штук. Так, дальше что делаем? Выставляем температуру 55 градусов и ставим время 12 часов. После 12 часов проверим. Может добавим, может не добавим. Посмотрим уже по степени высушивания. Здравствуйте, друзья! Так, прошло 12 часов с момента загрузки нашей пастилы в дегидратор. То есть, прошло. Я посмотрел, все нормально, все уже подсохло. Значит, что делаем дальше? Дальше берем, можно ножичком поддеваем пастилу аккуратненько. Вот так вот она выглядит. Эластичная, хорошая. Что делаем дальше? Вот так вот сворачиваем это все в трубочку. Разрезаем это напополам. При необходимости можно пищевой бечевочкой перевязать, чтобы оно не разматывалось. Значит, хранить в герметичной упаковке в течение года в холодильнике можно запросто. Когда достаете, нарезаете, например, порционными кусочками. Ну, он может без проблем 3-4-5 неделю находиться в открытом теплом помещении. Ну, единственное, что она пастила чуть-чуть начинает черстветь. но на качество данного продукта это не влияет никак. Продукт на самом деле вкусный, я делал не один раз. Очень вкусный, очень классный, полезный, что самое главное. Детям рекомендовано давать вместо вот этих химических гадостей, которые присутствуют в магазинах. Все, сейчас я сложу все и завешу сколько у нас получился выход. Итак, друзья, все, сложил я, свернул их в трубочки и взвесил. Значит, здесь у меня получилось ровно 1 килограмм 50 грамм. Я вот на такие порциончики пару штучек даже порезал. То есть, итого, из 4 килограмм 700 грамм загруженного продукта получилось килограмм 50 грамм. То есть, выход где-то около 22-23%. 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 4, 4, без 3, 1. Все, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Ох, вот эти сказочки. Ох, вот эти сказочники.